столкновение эффективное газокинетическое сечение длина свободного пробега частота столкновений молекул между собой распределение частиц по длинам свободного пробега ну давайте посмотрим что происходит когда мы следим за движением большого числа молекул вообще говоря если мы рассмотрим идеальный газ то молекул никак не взаимодействует друг с другом но даже если мы включим самое минимальное взаимодействие скажем что молекулы это некоторые шарики пускай вот даже твердые то значит они будут сталкиваться друг с другом вот давайте рассмотрим самую простую модель пускай летающий молекул это вот шарики такого диаметра d тогда мы будем следить за тем так сказать вот как они движутся и как сталкиваются мы будем смотреть на расстояние на которой могут сблизиться центры двух соседних молекул но очевидно что расстояние между центрами это и есть диаметр молекул потому что вот это вот радиус и вот это вот радиус тогда мы можем сказать следующее возьмем вот такую вот сферу радиусом d то есть тем самым расстоянием до между центрами двух молекул при столкновении да то есть теперь радиус у нас уже d и вот это вот такая молекула летит и здесь она столкнулась изменила направление полетела вот сюда еще раз столкнулась и так далее строго говоря вот эти вот участки которые молекула проходила до столкновения с соседкой они имеют ну какие-то разные длины а наша задача посчитать среднюю длину которая проходит молекула без столкновения то есть если вот это вот у нас l1 вот это l2 это l3 то мы должны записать ну так сказать некоторую среднюю величину сумма и литах равняется лямбда вот та самая средняя длина свободного пробега умножить на количество вот таких вот столкновений количество шагов давайте посмотрим за одной такой вот молекулы и рассмотрим вот такую вот сферу расстояние радиусом d которая характеризует расстояние между двумя молекулами смотрим молекула летела и соответственно закрыла собой вот такой вот объем потом закрыла вот такой вот объем и вот такой вот объем сколько других молекул встретилась в этом большом объеме значит столько сколько раз у нас были свободные пробеги и столько сколько вот изломанных таких вершин то есть сколько столкновений поэтому фактически длину вот такого вот цилиндрика я могу записать как лямбда длина средний одного цилиндрика умножить на количество столкновений то есть фактически на количество таких цилиндриков дальше я должен умножить на площадь одного цилиндра я ее записываю здесь pd квадрат потому что напоминаю у нас радиус равен диаметру молекулы и тогда фактически мы получаем вот такое соотношение вот этот вот объем он представляет собой pd на лямбда и на n но с другой стороны n это количество молекул в этом объеме а значит мы это можно представить как концентрацию умножить на объем поэтому видим здесь объем здесь объем можем сократить и так когда длина свободного пробега может быть выражена при помощи вот такого выражения единицы на n сигма где сигма ну это вот величина pd в квадрате некоторая такая вот эффективная площадь заметаемая молекул он так сказать вот эффективная площадь которую нужно иметь ввиду когда мы говорим о столкновении двух молекул фактически вот эта величина говорит о вероятности столкновения двух молекул поэтому вот обращаем внимание на величину сигма она называется эффективное сечение столкновения то есть по размерности эта площадь и характеризует вероятность столкновения и вот тогда мы получаем вот такое вот важное выражение описывающая длину свободного пробега ну на что здесь надо еще обратить внимание в этом выводе когда мы записывали объем вот таким вот образом мы конечно же считали что вот это вот часть связанные с изломом она гораздо меньше чем длина самого цилиндрика фактически мы вот этими объем мы пренебрегали она и понятно потому что вот этот вот объем он порядка размера молекулы а вот это вот длина порядка расстояние между молекулами расстояние между молекулами в газе но понятно что оно много больше, чем размеры одной молекулы. Значит, вот это то, что касается длины свободного пробега. И давайте скажем еще несколько слов про сечение столкновения. Давайте чуть-чуть получше поймем, почему это вероятность столкновения. И для этого давайте рассмотрим вот такую вот ситуацию. Возьмем некоторый листик, у которого будет площадь S. А вот здесь вот на этом листике выберем некоторую другую площадь, поменьше, у которой будет площадь Сигма. И давайте будем бросать такие точечные шарики вот сюда, вот в этот листик. И причем наша меткость такова, что мы примерно с одинаковой вероятностью можем попасть в любую точку этого листа. Тогда вопрос, с какой вероятностью мы попадем именно в эту площадь? Ответ, вероятность фактически это будет Сигма на S. Но если мы возьмем S единичную площадь, то фактически вероятность попадания вот в это место это будет площадь вот этого кружевочка. То есть мы видим, что если у нас идет такой случайный процесс, случайное бросание вот сюда, то фактически вероятность попадания определяется площадью вот этого вот кусочек. Поэтому площадь и Сигма это напрямую связанные вещи. вероятность, так сказать, и вот эта вот площадь эффективного сечения столкновения, это просто, ну так сказать, одно и то же по своей сути. Давайте посмотрим, как применить это знание, например, к потоку частиц, распространяющимся в каком-то направлении. То есть рассмотрим такую ситуацию. Есть некоторый газ, и в этот газ впрыскивается поток, направленный поток частиц. Значит, вот в направленном потоке, пускай вот в этом сечении, вот в такой вот плоскости, мы посчитали, сколько там находятся частиц, и выяснили, что там находится N, ну, который зависит от X частиц. Дальше выбрали толщину газа, DX, некоторый слой. Здесь находится некоторое количество молекул. Понятно, что молекулы из пучка столкнутся с вот этими молекулами и рассеются, то есть улетят куда-то в сторону. Значит, пучок направленный станет слабее. И дальше, после прохождения слоя DX, у нас полетит уже меньшее число молекул. Вот оно здесь нарисовано. Ну, давайте, собственно, посчитаем, а сколько молекул покидает вот этот вот направленный пучок. Смотрим сюда. Dn, количество молекул, покидающих вот этот вот пучок. Значит, оно пропорционально ширине выбранного газового промежутка. Ну, потому что это бесконечно мало и одного порядка. А что у нас является коэффициентом пропорциональности? Понятно, что чем больше частиц вот здесь вот, тем больше будет столкновений и тем сильнее изменится, тем больше будет величина dn. То есть больше число молекул покинет пучок. Поэтому, чем больше n, тем больше dn. Поэтому пропорционально n. Дальше. Чем больше здесь рассеивающих центров, тем больше молекул покинет вот этот вот направленный пучок. Поэтому я записываю фактически количество рассеивающих центров и вероятность попадания в один такой центр. Итак, σ – это вероятность столкновения с одной молекулой, а n – это концентрация вот этих вот рассеивающих центров. Ну, соответственно, если dx – это толщина, то, значит, всего здесь рассеивающих центров будет n на dx. Площадь мы с вами будем считать единичный. И вероятность попадания вот в одну из них – это σ. Поэтому мы получаем ровно вот такую вот ситуацию. И здесь написано σ умножить на n и умножить на dx. Итак, количество молекул, выбывающих из пучка – это есть вот такая вот величина. Ну, на что надо обратить внимание? Чем больше dx, то есть x у нас растет, чем глубже мы углубляемся в газ, проходим туда, значит, чем больше x, тем меньше молекул остается в пучке. Поэтому вот здесь вот правильно поставить знак «минус». Дальше мы вспоминаем, что единичка разделить на n σ – это у нас длина свободного пробега, и поэтому равенство может быть переписано в таком виде. Выполняем интегрирование и получаем распределение молекул по длинам свободного пробега, ну, или ослабление пучка молекул в газе. Ну, здесь я хочу обратить внимание, что величину dx мы выбирали достаточно маленькой и пренебрегали эффектом затенения. То есть у нас не было такой ситуации, что здесь есть молекула, а за ней есть еще одна молекула, столкновение с которой уже не нужно учитывать из-за того, что она закрыта предыдущей молекулой. Значит, вот такие ситуации мы не рассматривали, а это возможно тогда, когда у нас величина dx достаточно мала. Ну и, наконец, давайте скажем пару слов про количество столкновений молекул в какой-то единице объема, например, в одном сантиметре кубическом. Молекул много, поэтому мы можем сказать следующее. Если у нас одна молекула пробегает лямбда, то есть это длина свободного пробега, то у нас есть характерное время между столкновениями. Тау. В это средняя скорость, умножить на тау среднее время свободного пробега, это есть длина свободного пробега. Тогда, так как у нас молекул в единичке объема находится n штук, то количество столкновений будет n молекул на единичка на тау. То есть единичка на тау – это количество столкновений одной молекулы за единицу времени. Ну, если совсем честно, вот если мы оставим такую запись, то мы все столкновения посчитаем два раза, потому что мы вначале учтем, как первая молекула столкнулась со второй, а потом как вторая с первой. И это означает, что для получения правильного результата нам надо не забыть разделить на два. Ну, здесь мы тоже тогда продлеваем равенство и пишем одну вторую. Подставляем выражение для тау, пользуясь соотношением лямбда есть v на тау. И, наконец, приходим вот к такому выражению. Частота столкновения – это есть одна вторая n в квадрате на v и на сигма, на эффективное сечение столкновения. Опять же, хочу обратить внимание, что для одного сантиметра кубического в нормальных условиях f получится порядка 10 в 29 степени единиц на секунду, ну, для сантиметра кубического. Вязкость. Закон Ньютона – коэффициент динамической кинематической вязкости, коэффициент вязкости в газах. Так, начнем мы рассмотрение явлений молекулярного переноса в газах, переноса вещества, импульса и энергии. Ну, и начну я с переноса импульса, а именно явления вязкости в газах и в жидкостях. Давайте рассмотрим два близко лежащих слоя в какой-то жидкости, которые текут с разной скоростью. Они, эти два слоя, как-то могут друг с другом взаимодействовать, а именно между ними может возникнуть сила трения. Давайте посмотрим, как эта сила трения может возникнуть в газах. Итак, если это два близких слоя, они могут обмениваться между собой молекулами. Слева направо и справа налево. Из-за хаотического движения молекулы движутся в каком-то количестве. И это количество мы умеем считать. Слева направо, справа налево. Движется плотность потока частиц, равная, как известно, 1 четвертая, концентрация на среднюю скорость частиц. Итак, потоки обмениваются частицами. Давайте посчитаем импульс. Попробуем посчитать импульс, которыми обмениваются эти потоки, и тогда мы сможем найти силу их взаимодействия. Для начала стоит выяснить, с какого расстояния молекулы могут лететь. Если мы вспомним про длину свободного пробега и распределение молекул по длинам свободного пробега, можно сказать, что вероятность пролететь расстояние много большее, чем длина свободного пробега, крайне мала. А средняя длина, с которой летят молекулы, это и есть длина свободного пробега. В учебниках доказывается, что для чистого газа длина свободного пробега равна 1 единица делить на корень из 2, делить на концентрацию на сечение столкновений. Нам достаточно будет для оценки использовать формулу единица на концентрацию на сечение. Поскольку все остальные вычисления у нас будут приближенными, отбрасывание коэффициента корень из 2 нам ничего не испортит. Итак, частицы летят примерно с расстояния плюс-минус лямбда. Минус лямбда, плюс лямбда. Итак, мы рассматриваем таким образом два слоя толщиной в длину свободного пробега. Давайте посчитаем количество импульса, которым в секунду обмениваются эти два потока. Итак, количество импульса, Y импульса, то есть у меня ось Y по вертикали, количество импульса в единицу времени, ну, в расчете на какую-то площадь сечения, которое у нас из рассмотрения выпадет, равно, чему? Количеству частиц, которые пересекают вот это сечение, ДН на ДТ на С. Ну, это как раз и есть та самая плотность потока частиц, которую мы здесь описали, 1,4-я НВ средняя, на разность импульсов, которые несут частицы слева направо и справа налево. Соответственно, масса на разность скоростей потоков, здесь и здесь. Посчитаем разность скоростей, выразим ее следующим образом. Итак, дельта U равно, ну, значение скорости в точке х плюс лямбда, то есть вот здесь, минус значение скорости в точке х минус лямбда, то есть с этой стороны. Если воспользоваться известным из математики соотношением, можно это приближенно записать, как два лямбда, то есть расстояние между этими двумя плоскостями, на производную ДУПДХ. Мы таким образом полагаем, что функция скорости как функция координаты является плавной на масштабе плюс-минус длина свободного пробега. Ну, а если она является плавной, ее в малом можно аппроксимировать прямой линией. Таким образом мы здесь пишем производную. Если это все подставить сюда, можно получить следующее выражение для касательного напряжения между двумя соседними слоями. Оно получится вот таким. Вот этот коэффициент весь перед производной скоростью по координате называют коэффициентом вязкости. Ну, вот здесь произведение концентрации на массу это плотность газа. Значит, в таком виде мы получили закон для вязкости для газов. Вообще говоря, в общем случае для жидкости также справедлив такой же закон, правда, коэффициент вязкости будет другой. Ну, вот, в общем виде закон можно записать вот так. Касательное напряжение равно произведению некоторого коэффициента, который называют коэффициентом динамической вязкости, на производную скорости в поперечном направлении по координате. Называют это законом Ньютона. Ну, мы также, по ходу дела, получили коэффициент вязкости в газах одна вторая ρ на v на λ. Ну, в связи с тем, что у нас вычисления были довольно приближенными, честно было бы оставить вот такой ответ. ρ на v среднее на λ, отбросив численные коэффициенты. Также используется в литературе так называемая кинематическая вязкость. Если коэффициент это поделить на плотность газа, останется просто произведение длины свободного пробега на среднюю скорость. Ну, мы увидим, что вот эта комбинация λ на v среднее, она встречается во всех явлениях переноса, в том числе в диффузии и в теплопроводности. Поэтому эта штука общая для этих явлений. Ну и, наконец, можно рассмотреть, как коэффициент вязкости зависит от параметров системы, скажем, от температуры и от давления. Если проанализировать это выражение, можно увидеть, что поскольку у меня λ обратно пропорционально концентрации, здесь стоит плотность газа, следовательно, вязкость газов не зависит от концентрации, а значит, от давления в системе. Ну, а зависимость от температуры можно оценить приближенно. Если считать, что молекулы это твердые шарики, то есть их размеры никак не зависят от относительной скорости, от температуры газа, σ положить константы, тогда единственная функция, зависящая здесь от температуры, это средняя скорость, которая, как известно, пропорциональна корню из температуры. Теплопроводность, закон Фурье, коэффициент теплопроводности, уравнение теплопроводности. Коэффициент теплопроводности в газах, скорость передачи тепла при теплопроводности. Итак, следующий процесс переноса, который мы рассмотрим, это процесс переноса энергии. Ну, пусть у меня есть какое-то неоднородное распределение температуры в газах, где-то какие-то области холоднее, где-то горячее. Они будут обмениваться между собой энергией за счет столкновения молекул и передачи молекулами энергии друг к другу. Ну, вот рассмотрим простейшую, одномерную ситуацию. Пусть у меня вот ось Х направлена сюда. И так же, как в прошлый раз, рассмотрим два слоя толщиной в длину свободного пробега минус лямбда, плюс лямбда. Эти слои обмениваются между собой частицами. Плотность потока частиц можно принять равной 1,4 концентрации на среднюю тепловую скорость молекул. Если температура в области Х минус лямбда равна какой-то величине, а температура в точке Х плюс лямбда какая-то другая, больше или меньше, то средняя энергия, которую эти частицы будут переносить между слоями, будет не нулевой. Давайте ее посчитаем. Итак, я посчитаю плотность потока энергии, то есть количество энергии, переносимое в единицу времени через единичную площадку. Для этого я для простоты просто умножу плотность потока частиц на разность средних энергий, которые имеют молекулы слева и справа от моей рассматриваемой площадки. Выражение для средней энергии молекулы, если это у меня идеальный газ, оно, надеюсь, хорошо всем известно, это теплоемкость на температуру. Ну, здесь меня интересует теплоемкость в расчете на одну молекулу. Ну, также можно напомнить формулу, что вот эта самая теплоемкость в расчете на одну молекулу, это число степеней свободы пополам на константу Больцмана. Далее, пользуясь тем же самым приемом, который мы использовали при рассмотрении вязкости, запишем, что разность температур есть приближенно два вот этих расстояния на производную ДТПДХ. То есть предполагаем, что отклонение от равновесия достаточно мало, так что можно считать, что температура является плавной функцией на масштабах длины свободного пробега. Значит, можно использовать такую приближенную формулу. Подставляя это все сюда, нетрудно получить вот такое вот выражение. Здесь, ну, вот этот набор букв перед производной ДТПДХ, называют коэффициентом теплопроводности. В общем случае, не только для газов, но и для жидкости, для твердых тел, справедлив так называемый закон Фурье. Он говорит следующее, что плотность потока тепла, она пропорциональна градиенту температуры, и коэффициент пропорциональности называется коэффициентом теплопроводности. Ну, в простейшем одномерном случае, плотность потока тепла есть просто каппа на производную температуры по координате. Ну, а анализируя вот это выражение, мы видим, что мы получили коэффициент теплопроводности для газов. В газах коэффициент теплопроводности можно записать следующим образом. Длина свободного пробега на среднюю скорость. Ну, вот эту комбинацию концентрации на теплоемкость в расчете на одну частицу можно переписать как плотность газа и удельная теплоемкость. Теперь посмотрим, как тепло распространяется во времени. Ну, для этого в пространстве и времени. Для этого, опять же, остановимся на самом простом одномерном случае. Пусть есть у меня какая-то ось Х. Ну, и выделим на ней какой-то кусочек толщиной ДХ. Запишем баланс тепла, который приходит в этот кусочек. Ну, из-за того, что тепло туда приходит, может изменяться температура этого кусочка. Соответственно, выделим какие-то две границы этого куска. Слева, ну, пусть есть какой-то поток тепла, заходящий, знаю, все слева слева. Это поток Ку в точке Х. Ну, пусть вот здесь у меня будет точка Х. Справа также имеется поток тепла. Он, будем считать его выходящим из этой системы, это плотность потока тепла в точке Х плюс ДХ. Запишем баланс тепла. Вот здесь у меня записан разность потоков в точке Х, в точке ДХ. Если я умножу на площадь сечения и на время, ну, по определению плотности потока, вот этому, я вижу, что это полная энергия, которая у меня подается в рассматриваемый кусочек. Эта вся энергия пойдет на нагрев этого кусочка. Значит, я слева в этом уравнении напишу энергию. Изменение энергии, рассматриваю кусочкой. Значит, здесь у меня теплоемкость этого кусочка, его объем и на приращение температуры. Ну, можно это все. Я считаю количество тепла, которое было передано этому кусочку. Ну, теплоемкость может быть ЦП или ЦВ в зависимости от того, что мы рассматриваем. Для твердого тела здесь пишут ЦВ. Для газа обычно теплопроводность все-таки это процесс, который наблюдается при постоянном давлении. Давайте здесь это отметим. Давление сначала должно выровняться, только потом тепло будет передаваться таким механизмом. Ну, если у меня давление постоянное, здесь надо подставить теплоемкость ЦП. Итак, если я устремлю теперь ДТ и ДХ к нулю, я перехожу вот к такому уравнению, которое называется уравнением теплопроводности. Давайте посмотрим, что у меня здесь получилось. Слева стоит изменение температуры в данной точке. Вот этот множитель отвечает за теплоемкость в этой точке. Здесь у меня получится производное по координате от плотности потока энергии. Ну, а плотность потока энергии вот этого я подставлю из закона Фурье. Вот такое вот довольно сложное на первый взгляд уравнение. Его свойства основные изучают в курсе уравнений математической физики. Мы лишь проанализируем самые элементарные следствия из этого уравнения. Ну, во-первых, можно увидеть по размерности, что здесь входит коэффициент теплопроводности, плотность вещества и теплоемкость. Вот величину Каппа делить на плотность на удельную теплоемкость. Для нее существует отдельный термин, называется, обозначает ее часто буквой Хи, называют ее температуропроводностью. Давайте посмотрим, почему ей дали такое название. Ну, на примере простейшей задачки. Задачки. Пусть у меня есть какой-то толстый слой вещества, который исходно находится при температуре Т0. И вот к границе этого вещества мы приложим нечто более горячее, при какой-то температуре Т, ну, которая больше, чем Т0. Соответственно, пойдет процесс теплопередачи от этой границы куда-то вглубь моего тела. Вот я здесь изобразил, что как-то во времени будет тепло постепенно поступать от левого края к правому. Ну, или график от температуры будет выглядеть каким-то вот таким образом, по прошествии какого-то большего времени, но он как-то вытянется в большей степени. Давайте попробуем оценить, на какое расстояние пройдет тепло, ну, за заданное время Т. Вот какое-то среднее расстояние L, на которое успеет прогреться моя система. Значит, не решая уравнение теплопроводности, решение его довольно сложная, громоздкая задача, давайте проведем вот такую вот оценку. Запишем изменение энергии вот в моем кусочке L. Оно равно теплоемкость на разность температур на изменение объема этого кусочка. Вот это у меня стоит изменение объема ДВПДТ. И приравняем это изменение энергии к потоку тепла, который поступает в эту систему. Поток тепла можно в данном случае оценить как коэффициент теплопроводности на разность температур, на, собственно, размер вот этот L, на который распространилось тепло. Ну, то есть мы приближаем вот эту вот кривую к какой-то прямой. Считаем, что производная ДТПДХ константа. Если я запишу вот такое соотношение, я вижу, что у меня получается дифференциальное уравнение на размер моего кусочка, ДЛПДТ. Здесь у меня все сокращается, вот ДТТ на S, ДТТ на S. Остается только ДЛПДТ, L и коэффициент температуры проводности. Если я проинтегрирую, это нетрудно сделать, я получу вот такой вот закон. Закон L квадрат приближенно равно произведению температуры проводности на прошедшее время. Это и будет закон распространения тепла во времени. Диффузия, закон Фика, коэффициент диффузии, уравнение диффузии, коэффициент диффузии в газах. Теперь рассмотрим процесс переноса вещества в газах или в каких-то других средах. Здесь немножечко сложнее, чем с переносом импульса энергии, поскольку перенос вещества подразумевает, что у меня есть хотя бы два компонента, которые могут перемешиваться друг с другом. Но мы начнем рассмотрение с упрощенной задачи, в которой у меня будет перемешиваться один компонент. То есть рассмотрим так называемую задачу о диффузии примеси. Пусть у меня есть какой-то стационарный фон, например, вот этот воздух вокруг меня, в котором я пущу небольшое количество примесных молекул. Таким образом, поскольку фона гораздо больше, можно не следить за его движением, а следить только за движением примеси. Итак, давайте посчитаем плотность потока частиц, которая возникает из-за того, что концентрации примеси в разных точках разные. Ну, рассмотрим, как обычно, одномерную задачу для упрощения. Пусть у меня есть ось Х. Ну и я запишу теперь плотности потоков частиц, которые идут слева направо и справа налево. В прошлые разы у меня плотности потоков частиц были одинаковы. Здесь, поскольку меня интересует перенос вещества, я положу, что у меня температуры везде константа, и давление также везде константа. А вот концентрация будет меняться. Итак, тогда слева и справа будут идти разные плотности потока частиц. Ну, вот это какое-то J в точке Х минус L, это J в точке Х плюс L. Ну, я здесь еще добавил индекс Х, чтобы подчеркнуть, что я рассматриваю одномерную диффузию. В этой задаче я позволю себе немножечко большую точность, чем при рассмотрении раньше, поскольку вот такая простая задача о диффузии примеси может быть на самом деле решена точно, элементарными методами. И мы сейчас получим точный ответ совершенно без особого труда. Итак, я запишу плотность потока частиц, движущихся слева направо и справа налево, и посчитаю полную плотность потока, то есть сложу вот это же и вот это же. Ну, плотность потока частиц в одномерном случае может быть записана очень просто. Пусть у меня сначала все молекулы имеют какую-то одну и ту же скорость Vx. Ну, если они летят все в одну сторону, их плотность потока равна концентрации их на их скорость Vx. Ну, у меня частицы могут лететь как вперед, так и назад с равной вероятностью, поэтому ровно половина частиц летит отсюда налево, а отсюда направо. Поэтому я здесь поставлю множители 1, 2, ну, и я должен взять разность этих значений в точках x минус Lx и в точках x плюс Lx. Опять, пользуясь тем же предположением о том, что концентрация примеси – это плавная функция координат, поэтому можно считать ее гладкой на масштабах длины свободного пробега, то есть на масштабах вот этого L, я получаю вот такое соотношение. Ну, и теперь учтем, что у меня в газе скорости молекул у разных частиц мог быть разный, и также у них могут быть разные длины свободного пробега. Чтобы получить среднюю плотность потока, я усредню просто это выражение, поставив здесь знак усреднения. Таким образом я получил вот этот коэффициент, который называется коэффициентом диффузии. Не только для газов, но и для жидкости, для твердых тел существует так называемый закон ФИКО, который говорит, что плотность потока частиц прямо пропорциональна градиенту концентрации, а коэффициент пропорциональности называют коэффициентом диффузии. Ну вот, в нашей задаче о диффузии примеси получился вот такой коэффициент. Давайте его приведем к более общепринятому виду. Учтем, что в силу симметрии всех направлений по х, по у, по z, среднее значение от произведения от смещения L на скорость V равно 3LXVX. Ну здесь при скалярном произведении возникает три слагаемых LXVX, LYVY, LZVZ. Они все одинаковые в силу симметрии по трем направлениям. Поэтому здесь возникает коэффициент тройка. Но также можно учесть, что частица всегда летит вдоль направлений своей скорости, поэтому скалярное произведение смещения и скорости – это просто произведение модуля, смещение и ее скорость. И я получаю вот такую вот формулу для коэффициента диффузии. Это точный результат в рамках вот моей упрощенной задачи диффузии примеси. Ну дальше давайте применим эту формулу к чему-то реальному. Если мы говорим о диффузии примеси в газах, ну здесь можно записать, по аналогии с тем, что мы делали раньше, коэффициент диффузии в газах как произведение длины свободного пробега на среднюю скорость. Но опять же, для реальных систем, поскольку реальные молекулы не являются твердыми шариками, коэффициенты точные, можно все выкинуть, оставить вот эту длину свободного пробега. Ну и в модели твердых шариков это средняя скорость, делить на концентрацию, на сечение столкновений. Молекул друг с другом. Давайте расставим индексы здесь. Если мы говорим о диффузии примеси на каком-то фоне, то скорость, которая здесь стоит, это скорость движения примеси, тепловая их хаотическая скорость. А концентрация, которая вот здесь стоит, это вещь, которая определяет то, с чем сталкиваются частицы, то есть то, что ограничивает их свободный пробег. Значит, здесь должна стоять концентрация фона. Ну а сечение столкновений, соответственно, молекул примеси с молекулами фона. Посмотрим некоторые другие применения понятия диффузии. Ну в общем случае, конечно же, интересно перемешивание каких-то нескольких компонентов между собой. Их может быть довольно много. Ну рассмотрим самый простой пример бинарной смеси. То есть у меня есть два компонента. Соответственно, возникает плотность потока первого компонента, которая пропорциональна градиенту его концентрации, и возникнет некоторый коэффициент диффузии d1,2. И также второй компонент тоже течет, и они друг с другом каким-то образом перемешиваются. Ну рассмотрение этой задачи оказывается сильно сложнее, чем задача о диффузии примеси. Но тем не менее, можно записать, просто исходя из проведенного нами вывода, вот такую вот оценку, что коэффициент взаимной диффузии примеси будет пропорционален средней скорости движения молекул друг относительно друга, и обратно пропорционален их концентрации и сечению столкновений. Также в справочниках вы можете найти таблицы с так называемыми коэффициентами самодиффузии. Ну, давайте обсудим, что это такое. Как можно описать самодиффузию? Допустим, у меня есть чистый газ, где только один компонент. Может ли один компонент перемешиваться сам с собой? Понятно, что нет. Это тавтология. Значит, процесс самодиффузии, он несколько неопределен. Но что имеется в виду, когда справочник приводит вот такие коэффициенты? Имеется в виду, что мы в этом чистом газе пометим каким-то образом одну группу молекул, ну, скажем, приведем их в возбужденное состояние, или это какие-то изотопы с близкой массой, и рассмотрим взаимную диффузию двух компонентов, но с очень близкими свойствами. Вот такой процесс называют самодиффузией. Ну, коэффициент самодиффузии точно так же может быть оценен как средняя скорость на концентрацию насечения столкновений, ну, или также произведение длины свободного пробега на среднюю скорость. Ну, и, наконец, напишем соотношение, которое определяет распределение концентрации во времени и пространстве. По аналогии с тем, что мы сделали для переноса тепла, можно получить вот такое уравнение, которое называется уравнением диффузии. Если на него внимательно посмотреть, можно увидеть, что оно тождественно совпадает практически с уравнением теплопроводности. Таким образом, все явления, о которых мы говорили, диффузия, вязкость, теплопроводность, имеют в своей основе некое общее ядро и описываются одинаковыми уравнениями. Одинаковое уравнение – это уравнение диффузии теплопроводности, а общее ядро – это перенос чего-либо за счет случайных столкновений молекул между собой и обменом друг с другом импульсом, энергией. Ну и, соответственно, если у меня есть разные сорта газов, значит, перемешивание этих самых сортов. Ну и, наконец, глядя на это уравнение, вспоминая, как мы анализировали уравнение теплопроводности, можно записать соотношение для скорости диффузии какого-нибудь облака. То есть, что произойдет с облаком примеси, если я опущу вот сюда. Оно будет расплываться по какому-то закону, и из уравнения диффузии, из анализа его хотя бы по размерности, видно, что закон расплывания будет пропорционален корню из произведения коэффициента диффузии на время. Диффузия как процесс случайных блужданий, закон смещения частицы при диффузии, закон Эйнштейна-Смолуховского. Рассмотрим теперь обобщающий подход, который позволяет объединить явление диффузии теплопроводности в вязкости в некую единую систему за счет выделения общего между этими явлениями. Общее в них заключается в том, что все эти три явления переноса обусловлены каким-то случайным явлением передачи энергии импульса или вещества из одной точки пространства в другую. Посмотрим одну из самых простых задач, которую здесь можно предложить. Задача о случайных блужданиях частицы вдоль какой-то оси. Пусть у меня есть какая-то отдельная частица, или это может быть порция энергии или порция импульса, которая передается случайным образом на какие-то расстояния, вот дельта х1, дельта х2, дельта х3, ну и так далее. Пусть этих шагов достаточно много, но в результате частица сместится на какое-то большое расстояние дельта х. Ну, опять же, это может быть не частица, а порция энергии или импульса. Запишем. Это самое дельта х. Оно равно сумме большого числа слагаемых, ну, дельта х малая. Давайте предположим, во-первых, что дельта х малая все одинаковы, то есть они не меняются во времени и в пространстве, но каждый из них имеет какое-то случайное значение. Ну и кроме того, пусть у меня вероятность прыгнуть вперед и назад будет также одинакова, то есть среднее значение смещения за один шаг будет равно нулю, то есть у меня вправо и влево одинаковые вероятности. Таким образом, среднее смещение в целом также будет равно нулю, но это не значит, что частица будет все время толпиться вблизи одной точки. Средний квадрат смещения будет расти. Давайте посмотрим, почему. Итак, возведем эту сумму в квадрат, как мы уже делали при рассмотрении флуктуаций. Аналогичным образом мы видим, что у меня возникают две группы слагаемых. Сумма квадратичных слагаемых и сумма перекрестных слагаемых. Далее, усредним эти результаты. Ну, усреднять можно либо по большому числу частиц, либо по большому числу опытов с одной частицей. Итак, проведем усреднение. Что мы здесь видим? Первая сумма состоит из n одинаковых слагаемых. Ну, поскольку у меня, по моему предположению, все шаги одинаковые случайной величины. Вторая сумма, это среднее значение перекрестных слагаемых, она должна обратиться в ноль, поскольку каждый шаг совершаемой частицы, он не зависит от того, что с ней случилось до этого. То есть мы предполагаем, что все шаги независимы друг относительно друга. Поэтому в силу независимости эта сумма должна обратиться в ноль. И я получаю вот такое вот замечательное выражение, которое мы уже получали один раз. Это закон корень из n. Дальше давайте выясним, что такое в данном случае n. Ну, если у меня шаги совершаются с интервалом временем некоторым tau, то тогда n, число шагов, это просто время полное делить на время одного шага. Давайте это подставлю сюда, запишу закон смещения частицы или порции какой-то. Вот в таком виде мы видим, получаем закон смещения зависимости от прошедшего времени. Что такое вот эта комбинация, которая здесь получилась? Средний квадрат смещения за один шаг делить на время вот этого одного смещения. Ну, нетрудно понять, что это квадрат длины свободного пробега, а это время свободного пробега, если прикладывать эту модель к теории процессов переноса, ну, скажем, диффузии. Значит, и эта величина, есть величина, равная коэффициенту диффузии. Точнее, это удвоенный коэффициент диффузии. Ну, чтобы убедиться в том, что это действительно удвоенный коэффициент диффузии, здесь надо посмотреть вот на это соотношение. Если вспомнить распределение частиц по длинам свободного пробега, вот оно, вероятность пролететь расстояние L, оно пропорционально E в степени L делить на среднюю длину свободного пробега. И посчитать средний квадрат смещения можно убедиться, что этот результат равен двум средним длинам свободного пробега в квадрате. Ну, соответственно, отсюда вот эта двоечка. Итак, мы получаем очень важный закон и очень общий закон, который описывает случайные блуждания. Ну, в одномерном случае мы имеем вот такую формулу. Средний квадрат смещения равен 2DT. Можно это также обобщить на двумерный или трехмерный случай. Ну, поскольку все направления, они одинаковые. Здесь в двумерном случае будет просто четверка коэффициент, в трехмерном шестерка. Этот закон называют законом Эйнштейна-Смолуховского. Ну, можно несколько углубить анализ данной задачи. Скажем, попытаться посчитать вероятность того, что по прошествии большого числа шагов, ну, то есть через какое-то время, T частица сместится на какое-то конкретное расстояние дельта Х. Ну, я не буду подробно это анализировать. Сошлюсь на следующее. Те, кто изучал теорию вероятности в этом семестре, знают, что сумма большого числа независимо распределенных слагаемых стремится к нормальному распределению. Ну, а те, кто не изучал, наверняка слышали об этом из нашего курса лабораторных работ или из курса каких-то лекций. Соответственно, давайте запишем нормальное распределение. Вот его самый стандартный вид экспонента в степени квадрат смещения делить на две дисперсии, ну и нормировочный множитель, здесь корень из двух П на сигма квадрат Х. Значение для дисперсии, то есть квадрата, среднеквадратичного отклонения, мы получили, оно вот оно. В одномерном случае это два ДТ, соответственно, сигма Х здесь равно корень из двух ДТ. Таким образом, мы видим, что вот это выражение, оно определяет ширину вот такого гауссовского распределения. Ну, к какой задаче можно применить эту формулу? Допустим, у меня в какой-то точке пространства появилась какая-то примесь, и она дальше расплывается во времени. Вот эта формула описывает форму облака, которое будет образовываться при этом расплывании. То есть мы видим, что эта форма является гауссовой, ну, с характерной шириной, корень из двух ДТ. Также мы отсюда, из анализа всех этих формул, мы видим, что закон расплывания частиц во времени, ну, имеет вид вот такой Х, порядка, корень из ДТ. Это же соотношение будет определять, скажем, время установления стационарного или равновесного состояния в какой-то системе, то есть время выравнивания концентраций. Те же самые формулы можно применить и к описанию теплопроводности и вязкости. В частности, становится более понятной с другой стороны формула, которую мы уже выводили, закон распространения тепла, корень из температуры проводности на время. Если вспомнить, что коэффициент диффузии в газах – это длина свободного пробега на скорость, но эта же величина есть коэффициент температуры проводности, а также эта же величина есть, так называемая, кинематическая вязкость. Она тоже равна произведению лямбда на среднюю скорость. Соответственно, мы имеем также оценку для установления вязкого течения. Для времени, ну, скажем, если мы возьмем две плоскости, одну приведем в движение, и через какое время между ними установится какое-то стационарное распределение профиля скоростей. Вот эта формула дает оценку для соответствующего времени. В качестве дополнения к изложенному давайте посмотрим два примера проявления закона Эйнштейна-Смолуховского. С точки зрения блуждания индивидуальной частицы. Вот я здесь изобразил примерную зависимость смещения частицы от времени, как она могла бы выглядеть в реальной ситуации. Частица, смещаясь хаотично влево-вправо с равной вероятностью, ну, может оказываться, в принципе, в любой точке пространства. Среднее ее положение остается равным нулю, то есть она периодически возвращается в начало координат. Но со временем область, в которую она может попадать, растет пропорционально корню из сделанного числа шагов. Ну, и, соответственно, средний квадрат ее смещения, как по полученному нам закону, растет пропорционально времени. Ну, с точки зрения движения большого количества частиц, давайте попробуем рассмотреть такую задачу. Пусть у меня есть исходно на оси х какие-то, ну, три облака примеси, которые расплываются во времени. Какова будет их форма по прошествии какого-то времени t? Ну, из того, что мы получили, их форма будет описываться гауссовским законом распределения. Они будут расплываться во времени. Вот в такие два колокола, можно сказать, шириной корень, порядка корень из dt. По прошествии большого количества времени мы видим, увидим один большой колокол, все эти исходные распределения исчезнут. Мы видим, что таким образом система как бы забудет свое исходное начальное состояние. В этом состоит проявление необратимости диффузии и других процессов переноса. Броуновское движение, подвижность, связь подвижности частицы и коэффициент диффузии облака частиц, соотношение Эйнштейна. Закон Эйнштейна-Смолуховского для броуновской частицы. Применим то, что мы развили для случайных блужданий произвольной частицы, для макроскопической частицы, помещенной в некоторую среду. Такие частицы в честь открывшего их броуна называют броуновскими. Ну а, соответственно, колебания частиц в среде называют броуновским движением. Итак, что значит частица макроскопическая? Вот, изобразим какую-то частицу, она помещена в среду. Макроскопичность означает, что ее размеры много больше не только размеров молекул, но и длины свободного пробега молекул, окружающих ее. Соответственно, при движении в каком-то, с какой-то скоростью U, эта большая частица вовлекает за собой в движение все молекулы, которые находятся вблизи нее. То есть много-много молекул также приходят в движение. Ну, соответственно, описывать такую частицу как отдельную тяжелую молекулу было бы неправильно. Надо описывать ее макроскопическое движение. Ну, для описания вводят так называемый коэффициент подвижности. Если я приложу к частице какую-то внешнюю силу F, потяну ее куда-то, она через какое-то время приобретет какую-то установившуюся постоянную скорость. Почему постоянную? Потому что ее движение будет препятствовать сила трения. Вот когда внешняя сила и сила трения сравняются, установится какая-то скорость U, значит, коэффициент пропорциональности, называют коэффициентом подвижности. Но можно также отсюда написать, что сама сила трения это минус скорость движения частиц, делить на ее подвижность. Теперь давайте запишем уравнение движения такой вот большой частицы. Ну, пишем масса на ускорение равно. Здесь силы, которые на нее действуют. Сила трения, U на B, и какая-то сила, действующая со стороны среды. Давайте здесь мы дальше внешнюю силу выключим временно. Вот частица предоставлена сама себе. Значит, что среда может делать с этой частицей? Молекулы, которые летают здесь вокруг нее со всех сторон, случайным образом бьются об нее, сообщая ей какой-то импульс. Значит, есть какая-то сила, можно назвать ее флуктуационной силой, которая случайным образом толкает частицу в разные стороны. Вот какая-то сила F с волной. Вот это уравнение называется уравнением Ланжевена. Мы не будем его детально анализировать, попробуем качественно понять его свойства. Ну, основная трудность в этом уравнении это вот эта вот непонятная флуктуационная сила, величина которой, во-первых, колеблется во времени, во-вторых, мы не знаем, как она колеблется. Давайте посмотрим на свойства этого уравнения, если флуктуаций нет. Ну, то есть положим F равным нулю. Тогда это уравнение легко решается, можно получить вот такое соотношение. Если мы толкнем частицу, придав ей какую-то начальную скорость у ноль, дальше эта скорость будет замедляться во времени по экспоненциальному закону. Значит, вот эта вот величина mb, которая здесь появляется в знаменателе, имеет размерность времени. Давайте ее обозначим за отдельную величину. Тау равно mb. Я поставлю вот здесь индекс P и назову это тау временем релаксации импульса. Ну, то есть временем, по прошествии которого толчок, один импульс этой частицы, практически полностью затухает. Мы видим, что экспоненты, быстро убывающие функции, и через время тау информация о том, что частицу кто-то толкнул, она уже затухнет из-за трения. Хорошо, вот такова роль трения в этой системе. Теперь посмотрим на роль флуктуационной силы. Благодаря толчкам со всех сторон частица получает потихоньку какой-то импульс. Ну, казалось бы, этот средний импульс должен быть равен нулю, поскольку ее толкают равновероятно влево и вправо. Но средний квадрат импульса, а значит средняя энергия, вообще говоря, растет пропорционально числу толчков, как мы выяснили из закона корень из n. Но может ли энергия частицы расти до бесконечности? Конечно, нет. В какой-то момент этот рост остановится, значит частица придет в равновесие со средой. Этот рост остановится, когда энергия, переданная частицей излофлуктуацией, сравняется с потерями из-за трения. Ну, а равновесное состояние мы можем рассчитать. У нас есть теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы в термодинамическом равновесии. Средняя кинетическая энергия движения нашей частицы должна быть равна просто 3 вторым КТ, потому что у этой частицы 3 степени свободы. Ну, отсюда можно также написать, что у нее будет средняя квадратичная скорость равна 3 КТ делить на М. Теперь попробуем описать движение частицы в координатном пространстве. Куда она сместится? Ну, поскольку мы уже выяснили, что благодаря случайным толчкам частица будет случайным образом куда-то смещаться, значит она будет испытывать случайные блуждания, и для них у нас уже есть закон Эйнштейна-Смолуховского, которое мы выявили в общем виде. Осталось лишь выяснить, что такое здесь в данном случае коэффициент диффузии. Ну, может возникнуть соблазн написать формулу D равно лямбда В, но в данном случае она неправильная, поскольку мы имеем дело не с молекулой, а с макроскопической частицей. Здесь нужно использовать другой подход. Коэффициент диффузии можно оценить как квадрат смещения за какое-то время, характерное Тау. Ну, поделить на, собственно, это самое время Тау. А это время у нас уже есть. Время забывания импульса. Тау равно М на Б. Подставляя сюда, получаю оценку. Коэффициент диффузии равен КТ на Б. Но этот расчет не точный. Я здесь отбросил все численные коэффициенты. Можно на самом деле, используя чуть-чуть другой подход, получить точное соотношение. Давайте посмотрим на соответствующий метод, который предложил Эйнштейн. Пусть у меня есть броуновские частицы, распределены в каком-то вертикальном стакане, в поле тяжести, ну или в поле каких-то других внешних сил. Благодаря этим силам частицы, ну, в одном, где-то будут расположены плотнее, где-то более разрежены. И мы знаем, что в равновесии закон их распределения, это закон распределения Больцмана. Соответственно, концентрация будет зависеть от координаты. Вот таким образом. Ноль на экспоненты в степени потенциальной энергии делить на КТ. А теперь давайте допустим, что у меня было достигнуто в этой системе термодинамическое равновесие. То есть у меня есть какая-то температура Т, и все частицы находятся в равновесии. Но если достигнуто равновесие, значит никакого движения макроскопического в системе быть не может. Однако мы видим, что концентрация зависит от координаты. Это значит, возникнет диффузионный поток этих самых частиц. Концентрация внизу больше, частицы из-за диффузии будут пытаться выбраться наверх. Диффузионный поток записан вот здесь. Надо взять коэффициент диффузии, на производную концентрации по координате, подставить вот это сюда, получить вот такое выражение. С другой стороны, на каждую частицу действует сила вниз, которая пытается их опустить, прижать к земле. Поток, возникающий из-за этой силы, может быть написан как концентрация на установившуюся скорость частицы. Ну или подставляя по определению подвижности сюда, коэффициент b, получаем n на b, вот на производную потенциальной энергии по координате. В равновесии, конечно же, сумма должна обратиться в ноль. Сверяя полученные здесь коэффициенты, мы видим, что это возможно, только если выполняется вот такое вот соотношение. d равно kt на подвижность. Это соотношение называют соотношением Мейнштейна. Это метод вывода принадлежит ему. Ну и получив вот такое вот точное соотношение, мы можем написать закон случайных блужданий для броуновской частицы вот в таком виде. Δr в квадрате среднее равно 6. Ну вместо коэффициента диффузии подставляем kt на b и умножить на время. Это получится закон Эйнштейна-Смолуховского для броуновской частицы. Явление переноса в разреженных газах. Эффузия, эффект Кнутсена. Зависимость коэффициента теплопроводности газа от давления. Давайте рассмотрим, какие могут быть ситуации с точки зрения распространения тепла или других явлений переноса, например, вязкости или диффузии, когда у нас различное соотношение между длиной свободного пробега и характерными размерами, которые есть в задаче. Например, расстояние между двумя стенками сосуда. Если у нас много молекул, тогда если вот здесь, например, температура Т1, а вот здесь температура Т2, то теплоперенос происходит полностью по механизму, описываемому уравнением теплопроводности. То есть вот здесь у нас оказываются молекулы, которые приобретают энергию от стенки, то есть они сталкиваются со стенками, дальше они сталкиваются с другими молекулами и постепенно передают энергию вот отсюда, вот сюда. То есть за счет теплопроводности у нас происходит перенос энергии вот отсюда, вот сюда. Это если у нас длина свободного пробега много меньше, чем расстояние между вот этими стеночками. Какая у нас будет ситуация, если молекул мало? То есть фактически длина свободного пробега будет определяться уже не столкновением молекул между собой, а столкновением молекул со стенками. Тогда у нас будет фактически баллистический такой вот режим, или, как говорят, свободномолекулярный режим. У нас молекула ударяется об одну стеночку с температурой Т1, так сказать, обменивается с ней энергией, и дальше переносит эту энергию на другую стеночку, и там, так сказать, тоже обменивается энергией. То есть теперь у нас все будет определяться уже не коэффициентом теплопроводности и, так сказать, вот большим количеством столкновений молекул друг с другом, а все будет определяться отдельными столкновениями молекул, и фактически энергия, передаваемая отсюда сюда, будет уже зависеть от числа молекул, ну, так сказать, пропорционально количеству этих молекул. Это значит, что вот такой вот режим принципиально отличается от такого. Вот эта ситуация, это фактически гидродинамический режим, и он может быть даже описан удобно моделью сплошной среды, а вот этот режим существенно свободномолекулярный. Здесь мы следим за отдельными молекулами, и в этом случае фактически у нас длина свободного пробега оказывается много больше, чем характерное расстояние между стенками, чем характерный размер задачи. И вот для развлечения этих двух режимов удобно использовать число Кнудсона. Длина свободного пробега разделить на характерный размер задачи. Если число Кнудсона у нас маленькое, то есть длина свободного пробега много меньше, чем расстояние между стенками, тогда, как я уже говорил, это гидродинамический режим, и хорошо работают формулы, так сказать, связанные с моделью сплошной среды. Если же у нас другой случай, то есть длина свободного пробега много больше, чем лямбда, то мы следим за отдельными молекулами, и это свободно-молекулярный режим. А здесь фактически у нас реализован вакуум. Именно с точки зрения физики вот это и есть вакуум, когда длина свободного пробега много больше, чем характерное расстояние между стенками сосуда. Ну, давайте вот поглядим на то, как зависит от давления, например, коэффициент теплопереноса в этом случае и в этом случае. Ну, я подчеркиваю, коэффициент теплопереноса – это скорее величина, характеризующая передачу энергии отсюда сюда. Ну, смотрим. Как мы с вами знаем, коэффициенты переноса газа, ну и конкретно коэффициент теплопроводности, определяются вот таким вот выражением. m – это масса одной молекулы, c – это удельная теплоемкость, соответственно, n – это количество молекул, v – средняя энергия одной молекулы, и лянда – это длина свободного пробега. Ну, давайте чуть-чуть воспользуемся соотношениями, которые мы тоже с вами знаем. Средняя скорость – это корень из 8КТ на πm, а длина свободного пробега – это единичка на nσ. σ – это, как мы с вами знаем, эффективное сечение столкновения. Ну, вот, посмотрев на эту формулу, мы видим, что коэффициент теплопередачи пропорционален корню из t. То есть, явной зависимости от давления нет. Поэтому, фактически, при разных давлениях у нас все будет определяться вот этим вот коэффициентом, и фактически передача энергии будет определяться только температурой. То есть, вот, зависимость будет именно такой. То есть, напрямую от давления не зависит. В этом случае, во-первых, мы не можем пользоваться уравнением теплопроводности и законом Фурье, потому что закон Фурье предполагает, что в одном таком вот небольшом слое у нас макроскопическое число молекул, их много. А здесь мы нигде не можем выбрать такой вот слой, чтобы там было много молекул, потому что уже даже расстояние между стенками таково, что здесь всего несколько молекул, и длина свободного пробега много больше, чем расстояние между стенками. Но зато в этом случае энергия зависит уже не просто от коэффициента теплопроводности, а зависит от количества молекул, то есть от давления. Итак, когда у нас свободно-молекулярный режим, в связи с тем, что отдельная молекула переносит энергию прямо отсюда, прямо сюда, у нас есть зависимость от давления, а в этом случае, когда все определяется процессами передачи между слоями газа, у нас все определяется коэффициентом теплопередачи, теплопроводности и напрямую от давления не зависит. Итак, вот такие принципиальные отличия для гидродинамического режима и свободно-молекулярного. Давайте посмотрим еще на один интересный эффект, опять же, связанный с разреженными газами, со свободно-молекулярными явлениями. Давайте вначале рассмотрим ситуацию, когда молекул много, когда у нас гидродинамический режим. То есть, есть вот такая вот комната, в этой комнате есть какое-то отверстие, вот такое вот, и характерный размер этого отверстия много больше, чем среднее расстояние между молекулами, то есть, длина свободного пробега. Тогда, если это вот у нас здесь стационарная ситуация, равновесная, тогда мы можем сказать следующее, что перетекание газа отсюда сюда нет, то есть, столько газа, сколько притекает отсюда вот сюда, столько же притекает в обратном направлении. А это значит, что если я выберу вот такой вот макроскопический кусочек газа как раз вот в том месте, где у нас происходит перетекание из одной половинки комнаты в другую, я смогу сказать следующее. Равновесная ситуация, значит, масса газа отсюда сюда не перемещается, и в обратном направлении тоже не перемещается. Значит, сумма сил, действующих на вот этот вот выбранный кусочек газа, равна нулю. А это значит, что давление P1 равняется давлению P2, да, то есть, здесь P1 и здесь P1. То есть, этот кусочек как в ту сторону толкают, с точно такой же силой толкают и в эту сторону. Вполне очевидная ситуация для гидродинамического режима. Поэтому, если вот эта вот у нас ячейка 1, а вот эта ячейка 2, то мы можем сказать P1 равняется P2. Вот оно, условие равновесной картины. Теперь давайте рассмотрим свободно-молекулярный режим. Есть отдельные молекулы здесь, и есть отдельные молекулы здесь. Тогда мы не можем выбрать вот такой вот макроскопический объем, потому что в нем просто нету нужного числа молекул. И теперь мы должны следить уже за перемещением отдельных молекул сквозь вот это вот отверстие. То есть, здесь свободно-молекулярный режим, и здесь у нас длина свободного пробега, много больше, чем характерный размер отверстия. Но тогда мы должны просто понимать, что для равновесия нам нужно приравнивать уже не давление здесь и здесь, а какие-то другие величины. Что такое равновесие? Это когда количество молекул из этой области, протекающих в эту, равно количеству молекул, протекающих из этой области в эту. Что мы с вами и запишем. g, поток молекул, из 1 в 2, 1,4, n, v и на площадь вот этого самого отверстия. Так как это свободно-молекулярный режим, значит, мы считаем отдельные молекулы, попадающие в это отверстие, и значит, вот мы пользуемся известным выражением 1,4, n на v. Ну и не забываем умножить на площадь. То же самое можно сказать про поток из комнаты 2 в комнату 1, g, 2, 1. Но только там будет уже индекс 2 стоять. В равновесной ситуации эти два потока должны быть равны. g, 1, 2 равняется g, 2, 1. Что приводит к нас вот к такому выражению. Ну теперь, если мы посмотрим на то, как связать написанные здесь величины с температурой и давлением, ну, например, вспомним уравнение Клоперона-Менделеева, p на kt равняется n. И выражение для средней скорости, корень из 8 kt на πm, то мы сможем получить с вами вот такое вот условие равновесия. То есть в свободном молекулярном режиме у нас будут равны уже не давления, а давления, отнесенные к корню из температуры. Ну, фактически вот эта вот ситуация, вот такого плана течения, называется эффектом Кнуцена. И мы опять с вами видим, что ситуация гидродинамического режима и свободномолекулярного отличаются очень сильно друг от друга. Течение разреженного газа по прямолинейной трубе. Формула Кнуцена. Рассмотрим еще один пример, когда у нас есть существенное отличие от гидродинамического режима. То есть мы рассматриваем случай, когда у нас свободномолекулярный режим. То есть для нас важны столкновения отдельных молекул со стенками сосуда или вот такой вот трубочки. Давайте рассмотрим внимательно истечение в свободномолекулярном режиме газа из сосуда 1 в вакуум. То есть вот здесь вот всегда отсутствует молекул, здесь что-то, что их всегда забирает. И вот это что-то мы назовем 2. Итак, газ, разреженный, свободномолекулярный режим из сосуда 1 вытекает в пространство, абсолютно лишенное молекул, в вакуум. Значит, мы выбираем такую трубочку, что ее габариты меньше, ну или много меньше, чем длина свободного пробега. То есть диаметр 2А и длина L сравнимы или даже меньше, чем длина свободного пробега газа вот здесь. Тогда давайте рассмотрим, а сколько молекул выбирается из такой вот трубочки. Ну тогда давайте рассмотрим. Вот в трубочку попадает N молекул, а из трубочки вылетает N со звездочкой молекул. Почему такая ситуация? Оказывается, очень важно, что в свободномолекулярном режиме нам приходится уже более внимательно относиться к столкновениям молекул со стенками этой самой трубочки. Если бы все столкновения были действительно абсолютно упругими, то столько молекул, сколько попало сюда, дальше за счет упругих отражений, столько бы вышло наружу. Но в реальности у нас нет упругих столкновений. И когда молекула прилетает к стеночке, обратно она может вылететь вовсе не под таким же углом, под которым упала, а может вылететь, ну, например, диффузно. То есть с некоторой вероятностью может вылететь в любом направлении. А это значит, что если трубочка к тому же достаточно длинная, то молекула долетела, ударилась до стеночки, потом она может полететь в каких-то других направлениях, а не туда же. И тогда часть молекул запутается в этой трубочке и даже вернется обратно. Поэтому, так как есть существенное явление, связанное с взаимодействием падающей молекулы и молекул стенки, то мы должны записать вот такое выражение. Упало в трубку, попало в это отверстие N молекул, а вышло N со звездочкой, потому что часть за счет всевозможных взаимодействий со стенками вернулась обратно или там осталась на стенках. Это значит, что мы можем записать вот такое вот соотношение. N со звездочкой, количество вылетающих молекул, естественно, пропорционально количеству вылетающих молекул. Ну, а в качестве коэффициента пропорциональности можно взять величину A разделить на L. То есть чем меньше диаметр трубки, ну, 0 будет диаметр трубки, значит, 0 молекул пролетит. Поэтому чем меньше диаметр трубки, тем меньше молекул пролетит. Чем длиннее трубка, тем больше вероятность столкнуться со стенками, запутаться и остаться в трубке навсегда или уйти обратно. Поэтому вот такая вот зависимость. Ну и коэффициент пропорциональности – это некоторая величина C, которая, вообще говоря, учитывает характер взаимодействия со стенкой. Что именно там происходит и с какой вероятностью, куда полетит молекула. Значит, можно сказать, а почему нужно писать именно A на L? Ведь на самом деле это же может быть некоторая функция, которая зависит от такой вот величины. Ну, конечно, это правильное утверждение. Но мы, как физики, пытаемся найти самое простое описание. И для большинства случаев в качестве такого простого описания подходит линейное приближение. То есть мы фактически вместо вот такой вот функции F рассматриваем A на L. Так что вот на самом деле вот так, но очень часто корректно работает и вот такое вот приближение. Значит, мы разобрались с вами с ситуацией, когда здесь находится газ, и он вылетает в некоторое пространство, откуда эти молекулы уже забираются навсегда, и обратного потока нет. А теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда обратный поток есть. То есть мы возьмем опять свободно-молекулярный режим, то есть размеры, диаметр и длина сравнимы с длиной свободного пробега. Здесь находится газ, и здесь находится газ. И у нас есть поток газа из одного сосуда в другой. Ну, соответственно, обозначаем здесь циферкой 1, а здесь циферкой 2. Тогда количество молекул, попадающих вот в эту трубочку, будет N1, а количество попадающих молекул в трубочку из сосуда 2, будет N2. То есть попало N1 и попало N2. Тогда какой будет поток газа из одного сосуда в другой? Согласно выражению, которое мы с вами рассмотрели чуть ранее, мы можем написать вот такое вот соотношение. Фактически поток в одну сторону, поток в другую. То, что выходит из трубочки с одной стороны, и выходит с другой. Значит, вот мы посчитали полное число молекул, проходящих через трубочку. Ну, теперь давайте несколько внимательней посмотрим на соотношение, которое мы можем применить в данной ситуации. Что такое N1? Это количество молекул, попадающих вот в эту площадь, в единицу времени. Поэтому мы должны взять эту площадь, умножить на количество молекул, то есть Nv на 4, и мы получаем полное число молекул, попадающих внутрь. N1 равняется 1 четвертой Pi в квадрате на концентрацию молекул в этом объемчике и на среднюю скорость молекул в этом объемчике. Аналогичные соотношения можно записать и для второго объема, то есть фактически поменяем просто индексы. Дальше записываем уравнение Клаперона Менделеева и находим связь между концентрацией, температурой и давлением. Дальше записываем, что такое средняя скорость, ну, пользуясь фактически тем, что здесь у нас термодинамическое равновесие, и можно пользоваться формулой распределения Максвелла. Тогда собираем все эти величины воедино и подставляем вот в это выражение. И получаем в итоге вот такой вот результат. Значит, А в кубе на Л на корень из М, П1 на корень из Т1 минус П2 на корень из Т2. Как видно, это соотношение достаточно сильно отличается от того, что известно нам для гидродинамического течения, то есть формулы Пуазеля фактически. Вот этот коэффициент А, ну, вообще говоря, зависит от свойств вот этой вот трубки, от формы этой трубки, и для прямолинейной трубочки, ну, так сказать, вот в некотором приближении, считая, что имеет место диффузное отражение, можно найти вот такой вот коэффициент для случая такой вот прямой трубки для разреженного течения. Итак, обращаю внимание, что если бы здесь было гидродинамическое течение, то никаких температур бы здесь не стояло, а здесь бы стояла просто разность давлений. И если бы здесь было гидродинамическое течение, вот тут стояла бы четвертая степень радиуса. А так как у нас свободно-молекулярный режим, то мы, опять же, приравнивали потоки и получили вот такое вот соотношение. Здесь А в кубе, а здесь давление разделить на корень из Т. Ну и слова про коэффициент А для прямолинейной трубы мы тоже с вами сказали. Применим развитую нами теорию случайных блужданий к такому вопросу, как течение разреженного газа по прямолинейной трубе. Давайте рассмотрим длинную трубу, в которой газ настолько разрежен, что длина свободного пробега значительно превосходит поперечные, ну и тем более продольные размеры трубы. Итак, газ течет по трубе в молекулярном режиме. Вот, где каждая молекула, она летит и сталкивается в основном только со стенками, не между... нет, с другими молекулами. Если молекула сталкивается со стенками, она с равной вероятностью может отлететь, в принципе, в произвольном направлении, поскольку стенки, ну, на молекулярном уровне, конечно же, сильно шероховатые. Итак, как же описать движение ансамбля таких молекул, когда их большое количество? Ну, каждая молекула испытывает случайные блуждания, вот ее траектория может быть какой-то хаотичной. Но, как мы выяснили, если частица испытывает случайные блуждания, у нее вот такая хаотичная траектория, движение ансамбля таких частиц описывается законом диффузии. Коэффициент диффузии частиц в трубе в данном случае можно написать как одна треть длина, роль длины свободного пробега. Здесь будет выполнять величина, порядка, диаметра трубы, а средняя скорость, ну, это средняя тепловая скорость движения частиц. И можно тут же написать выражение для плотности потока частиц вдоль трубы. Пользуясь законом ФИКа для диффузии, получаем G равно минус коэффициент диффузии на производную концентрации по координате. Ну, подставляя коэффициенты, которые мы здесь записали, вот, две трети, радиус, средняя скорость, это корень из 8 КТ на ПМ, ну, и считая, что течение по трубе установилось какое-то стационарное, то есть во времени зависимости нет, тогда можно считать, что в каждом сечении частицы не накапливаются, а значит, плотность потока частиц постоянно. Ну, раз она постоянно, то dn по dx константа, значит, n от x линейная функция. Ну, соответственно, dn по dx можно заменить просто на дельта n, деленное на дельта x. В данном случае это концентрация на концах трубы поделить на длину трубы. Вот, получается, так называемая формула Кнутсена для течения разреженного газа по трубе. Стационарное ламинарное течение вязкой жидкости по трубе. Формула Пуазеля, число рейнольца. Давайте рассмотрим гидродинамический режим. То есть длина свободного пробега, ну, или что то же самое, среднее расстояние между молекулами много меньше, чем характерные размеры задачи. То есть даже если я здесь выбираю какой-то маленький кусочек, то есть если его размеры много меньше, чем, например, размер этой трубы, то в этом маленьком кусочке все равно будет огромное число молекул, макроскопическое число молекул. Ну вот, для такой ситуации рассмотрим ламинарное течение, то есть когда у нас фактически не происходит перемешивание жидкости по трубе. Значит, берем вот такую вот цилиндрическую трубу, где-то здесь с одной стороны от нее давление П1, здесь давление П2, и стационарно, ламинарно течет жидкость по этой трубе. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь такой вот выбранный небольшой цилиндрик внутри этого потока. Значит, радиус цилиндрика R малая, ну, а длина его, давайте, пускай будет dx. То есть здесь какое-то давление П от х, а вот здесь вот давление П от х плюс dx, то есть длина dx, радиус R малая. Давайте посмотрим, какие силы действуют на вот этот цилиндрик. Ну, во-первых, так как он двигается вот туда и двигается за счет давления побыстрее, чем соседние слои, то на него действует сила вязкого трения. Ну, действительно, почему побыстрее? Ну, потому что жидкость за счет взаимодействия со стенкой вот здесь вот приобретает импульс стенки, то есть ноль. Значит, жидкость вблизи стенки покоится, а посередине эта жидкость, ну, двигается с какой-то скоростью, ее подталкивает вот это самое давление. Поэтому мы понимаем, что с краю скорость ноль, в центре большая, ну, и есть какое-то распределение по радиусу вот этой самой скорости жидкости. Поэтому я и говорю, что вот здесь вот, в этом цилиндрике жидкость двигается с одной скоростью, а вне цилиндрика с другой. А это значит, есть перепад скоростей, то есть градиент скоростей. А если есть градиент скоростей, то есть вязкие силы, которые описываются законом Ньютона, законом вязкости. Тау – это касательное напряжение, то есть сила, приходящаяся на единицу поверхности, вот скользящих друг относительно друга поверхностей, значит, вот эта сила на единицу площади пропорциональна пропорциональна градиенту скорости ДВПДР. Здесь скорость одна, здесь скорость уже другая, то есть есть ДВПДР. И коэффициент пропорциональности называется вязкостью. Вот это закон Ньютона. Ну так вот, давайте его применим для такого цилиндра. Сила вязкости, действующая вот по этой поверхности, она будет такова, значит, сила направлена, если жидкость течет туда, то сила трения будет направлена вот туда, вязкого. 2ПР на ДХ, 2ПР на ДХ, это площадь поверхности, значит, умножаем ее на касательное напряжение, то есть на коэффициент вязкости и на градиент скорости, ДВПДР. И получаем полную силу трения, действующую на вот этот вот выбранный маленький цилиндрик. С другой стороны, на этот цилиндрик еще действует и сила давления. П1 толкает туда, ну, точнее, П от ИКС толкает туда, а П от ИКС плюс ДХ толкает туда. Что мы с вами и записываем. ПР квадрат площадь на разность давлений П от ИКС минус П от ИКС плюс ДХ. Это, в свою очередь, равняется ПР в квадрате на ДППДХ, ну, и умножить на ДХ. Чтобы быть совсем честным, я, конечно, должен здесь поставить знак минус, но не так важно. Мы сейчас можем не следить за знаками, а мы просто подкорректируем этот знак в конце, потому что мы понимаем, что жидкость течет вот отсюда, вот сюда, и понимаем, что в центре скорость больше, чем с края. Ну, так вот, давайте теперь посмотрим на вот эту силу и на вот эту. Течение стационарное. Это значит, что вот этот цилиндрик движется без ускорения. Он уже набрал какую-то скорость и теперь с ней спокойно туда двигается. Если он двигается без ускорения, значит сумма сил действующих на этот цилиндр равна нулю. Это значит, что сила трения плюс сила давления есть ноль. Ну, теперь подставляем выражение, которое мы записали чуть раньше, и приходим вот к такому вот соотношению. Оно позволяет нам сделать очень интересный вывод. Смотрите, с этой стороны стоит величина, которая зависит от R, но не зависит от X. А здесь стоит величина, которая зависит от X. Это значит, что dp по dx есть некоторая константа, а это означает, что зависимость давления от длины есть линейная функция. Но если производная константа, значит сама величина есть линейная функция. Поэтому dp по dx, который мы будем использовать дальше, это фактически есть p1-p2 разделить на длину вот этой вот трубы. p1-p2 разделить на l. Ну тогда выполняем интегрирование по радиусу. Фактически вот я переписываю это выражение с учетом того, что мы определили производную, и находим вот такое вот соотношение для скорости v. Итак, у нас получается квадратичный закон распределения скорости вдоль радиуса. В центре у нас, где r равно 0, r маленькая равно 0, самая большая скорость, а на периферии вблизи трубы, там где у нас r большое, собственно, r маленькая равняется r большому, то есть радиусу трубы, у нас скорость 0. Ну, собственно, это мы и определили с вами из граничных условий, предполагая, что вот здесь вот жидкость не должна двигаться. Вот это распределение скорости по радиусу. Но теперь мы можем задать вопрос, а какое количество жидкости проходит в единицу времени через сечение вот этой вот самой трубы? Ну и на этот вопрос мы можем ответить так. Давайте разобьем на колечки. Через каждое колечко жидкость идет со своей скоростью v, и мы можем посчитать, сколько именно жидкости проходит через колечко r толщиной dr. Вот ρ это плотность жидкости на 2πr на dr и на v. Вот столько жидкости проходит в единицу времени через одно колечко. Ну а дальше я должен просуммировать по всем таким колечкам, то есть проинтегрировать от 0 до радиуса трубы, то есть dr большое. Выполняем такое интегрирование и приходим вот к такому соотношению. Естественно, мы здесь воспользовались выражением для скорости, которое написано чуть выше. Вот эта формула называется формулой Пуазеля. Теперь давайте скажем еще пару слов о гидродинамических течениях жидкости. Вот здесь вот в этой задаче мы подразумевали, что течение ламинарное. То есть если мы возьмем вот такие макроскопические кусочки жидкости, то есть они много меньше, чем размеры характерные всей задаче, но много больше, чем характерное расстояние между молекулами. То есть внутри каждого кусочка макроскопическое число молекул. Так вот если при движении жидкости эти кусочки в принципе продолжают вот как бы двигаться такими более-менее параллельными курсами, может плавно где-то там будут расходиться, то вот это называется ламинарное течение. А если они могут за какое-то относительно короткое время разойтись по совершенно произвольным практически траекториям, то есть наблюдается такое активное перемешивание, то это турбулентный режим. Ну и давайте посмотрим, если трение между этими слоями, а здесь же есть вязкость, есть трение. Если трение между этими слоями велико, то как только вот этот кусочек пытается куда-то сдвинуться, то он тут же увлекает за собой и соседние кусочки. То есть если кинетическая энергия вот этого кусочка оказывается недостаточно большой по сравнению с работой сил трения, которые совершаются при движении вот этого кусочка жидкости, то этот кусочек активно увлекает за собой соседний и его кинетической энергии не хватает, чтобы сразу же оторваться от преследования вот этих вот кусочков. Если же обратная ситуация, то есть кинетическая энергия очень большая и силы трения не в состоянии скомпенсировать вот эту кинетическую энергию, то этот кусочек куда-то вылетает независимо от остальных. То есть фактически у нас есть две ключевых величины. Первое это кинетическая энергия движения вот этого кусочка и второе это работы сил трения. Если сила трения достаточно велика, то она удержит эти кусочки на параллельных курсах. Если же сила трения мала, ну естественно работа сил трения по сравнению с кинетической энергией, то ее недостаточно, чтобы удержать кусочки на параллельных курсах и у нас произойдет активное перемешивание. То есть в первом случае у нас будет ламинарное течение, во втором у нас будет переход к турбулентности. Ну вот давайте попробуем записать грубо оценив кинетическую энергию и работу сил трения. Что такое кинетическая энергия? Это масса на скорость, ну пропорционально массе на скорость. Что такое масса? Это ρ на некоторый характерный объем, плотность жидкости на характерный объем жидкости. Что такое характерный объем жидкости, но это в этом течении есть некоторые характерные размеры. Значит возьмем куб характерного размера и получим характерный объем. Итак, кинетическая энергия пропорциональна плотности жидкости, скорости в квадрате и характерному размеру в кубе. Что можно сказать про силу трения? Сила трения, напоминаю выражение для закона Ньютона, она пропорциональна касательному напряжению, то есть вязкость умножить на градиент скорости. А что такое градиент скорости? Это характерная скорость разделить на характерный размер. Дальше для того, чтобы перейти от касательного напряжения к силе, мы должны умножить на площадь, то есть на L квадрат. L это характерный размер. Значит, вот то, что я обвел сейчас, это характерная сила трения. Чтобы получить работу характерной силы трения, нужно ее умножить на L, то есть сила умножить на перемещение. Итак, мы получаем, что если мы используем некоторые характерные размеры, то вот оказывается, что работа сил трения это есть вязкость жидкости на характерную скорость жидкости и на квадрат характерного размера вот этого течения. Ну, тогда давайте запишем число Ринольдса, то есть поделим кинетическую энергию на работы силы трения. Преобразуем с учетом этих выражений и получим для числа Ринольдса вот такое соотношение ρ на U на L это характерный размер жидкости это вязкость и U это характерная скорость. Ну, и что можно сказать про эту величину? Если сила трения велика по сравнению с кинетической энергией, то есть, например, число Ринольдса много меньше единички, тогда у нас ламинарное течение. Если наоборот, там, кинетическая энергия много больше, чем работа сил трения, тогда число Ринольдса, ну, например, тысяча. Значит, вот если у нас примерно такие соотношения, очень большое число Ринольдса, там, тысяча, десять тысяч, то это, скорее всего, турбулентность. Если число Ринольдса маленькое, там, меньше единицы, то это, скорее всего, ламинарное течение. Ну, а если там число Ринольдса нечто переходное, например, сто, то, строго говоря, у нас может реализоваться в зависимости от каких-то других условий, которые здесь тоже необходимо учитывать, как турбулентный режим, так и ламинарный. То есть, если число Ринольдса очень маленькое, то это с высокой вероятностью ламинарное течение. Если число Ринольдса очень большое, там, десять тысяч, то с высокой вероятностью это турбулентное течение. А если число Ринольдса где-то посерединке, там, больше десяти, но меньше тысячи, то это с разной долей вероятности может оказаться как и ламинарное течение, так и турбулентное течение. То есть, это вот некоторый качественный параметр, который на качественном уровне позволяет определить у нас там какое течение ламинарная или турбулентная